Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Балак, понедельник, потрясающая недельная глава, рассказывающая и о Машеахе, и о будущем, и о многом. Но мы сейчас о другом. Представьте себе, что вы, условный там, Сеня. Сеня решил устроить диету, посмотрел на свой живот, решил укрепить мышцы живота, я купил абонемент в тренировочный зал, пришел туда, но когда зашел, обнаружил, что нет тренажеров. Подошел к администрации, говорят, а где беговая дорожка, штанга, велосипед. Ему говорят, мы решили проявить милосердие, вместо того, чтобы ты уставал, потел на этих тренировках. Мы сделали зал с горячими напитками, с диванами, с лежаками. Так что подходите, кушайте пирожные, угощайтесь. Ну, Сеня рассердился, вы что, смеетесь надо мной? Это называется тренировочный зал. Я пришел сюда, чтобы укрепить тело, а не расслабляться. Хочу быть сильным, трудиться, потеть. Иначе как я, сгоню живот, мышцы наращу. Кто прав? Скорее всего, прав Сеня, а не администрация зала. Потому что для этого он приходил в этот зал. Аналогичным образом человек приходит в этот мир. Творец дает ему разнообразные тренажеры. Чтобы с помощью этих тренажеров человек развивался. Что такое тренажер? Это жизненные трудности, это испытания. Именно то, для чего пришел человек в этот мир. Он помогает ему строить себя, возвышать себя. И через 120 лет прийти и сказать, вот я тут достиг того-то и того-то. Каждое испытание, каждый успешно пройденный какой-то этап, возносит человека и поднимает его на более высокую ступень, чем та, на которой он находился прежде. И чем труднее испытание, тем более высоким вершином взлетает человек после этого. Если бы все было так просто и ясно, мы бы знали, вот вышел утром, там, ковровая дорожка, если ты к Торе идешь, без страстей, без борьбы, без тренажеров. За что человек получал награду? Для чего он приходил в этот мир? Но когда у человека есть внутри неразрешенные, там, свои кипящие страсти, соблазны, а он пользуется ими как тренажером, чтобы закалить себя, укрепиться, и это подготавливает его душу к духовной жизни, все, он делает свою работу. Поэтому делает работу не только для этого мира и для следующего. Человек занимается тем, для чего он пришел в этот мир. Надо помнить, что все время, пока душа в теле, она может укрепляться и возвышаться. Возвышается через то, что кто-то глаза свои, там, не посмотрел, куда не надо, кто-то не совершил поступки, кто-то руку удержал, чтобы что-то, кто-то шаббат, гнев и так далее. Когда человек покинет этот мир, а мы все его покинем через 120 лет, уже не будет возможности ничего исправить. Слово «я не знал» вообще не работает. Придет человек в высший мир, станет ему ясно, что очень много законов, он нарушил по ошибке, по незнанию, он скажет, я не знаю. А ему скажут, это не ответ. Почему ты не знал? Почему ты не ходил на уроки Торы? Почему ты не учил? Почему? Если человек учился и что-то знает, то это совсем другое. Где мы это все учим? В нашей интельной главе. Белам сказал, я не знал, когда ослица придавила его ногу, и он увидел, что, наконец, что ангел стоит на дороге. Я не знал. Ну и что? Никого не интересует. Более того, смотрите, написано, что Белам согрешил тем, что не заметил необычайного поведения своей ослицы. Она его служила, а с тут она не хочет идти, так и у нас. Небеса подали ему знак, и нам они подают. Разве у вас все гладко в жизни идет? Если у вас что-то не так, это знак сверху. Если у вас какие-то проблемы в деньгах сверху, с людьми сверху. Все, любые проблемы даются нам как испытания, для того, чтобы мы на минутку остановились. Это сигналы наши. Посмотрели, почему это со мной происходит. Почему? Чему Бог хочет меня научить. И вот человек не может сказать, я не знал. Он может сказать, я был слепым. Вот это он может сказать. Грешин, не знал я, сказал Белам ангелу, когда тот заговорил с ним. А почему? Есть такая короткая история. Один хайм пришел к одному местному району, говорит, а почему ты не знал, что такой житель города твое в таком страшной ситуации? Он говорит, я не знал. А тот говорит, да, ты не знал, но Белам уже отвечал так. Может быть, Белам действительно не виноват? Почему же написано, он грешен? Потому что незнание того, что полагается знать, является греховым. И от этого не договоришься. Надо вдуматься во все это. Надо посмотреть по кругу и увидеть, что Творец заполняет весь мир. Кстати, именно поэтому он неощущаем. Так же, как и душа наша. Она заполняет все тело, и поэтому неощущаема. У нас есть пять органов чувств, глаза там. Но видим мы в маленьких диапазонах все. Мы видим 20-15% того, что может увидеть кто-то. Там кто-то слышит в сто раз больше, ультразвуки какие-то. Мы ничего этого не слышим. И вот в этой огромном, невидимом, неслышимом, непознаваемом нашем мире находится очень много всего. Может быть, там находится даже и Бог, почему так уверен, что его не видит. Он может вот там, где ваш глаз не видит. Но человек на это не реагирует. Человек все знает заранее. Слепой тот, кто хочет быть слепым. Это главный закон этой недельной главы. Ничем нельзя отговориться. Я не видел. Ты видел, но не хотел. Брахава от слуха, что мы все видели, что мы все слышали, что мы все понимали. То, что нужно нам для нашего самосовершенствования. Брахава от слуха.